Всем привет, с вами Михаил, канал Гаджетаман, и сегодня у нас на обзоре необычное такое устройство. Это крепление от компании GoPro для экшен камер, но предназначенное не для людей, а для собак. Файдо, from two unique perspectives, the chest mount delivers immersive shots from your dog's PO. И, в общем-то, есть штатные крепления для GoPro. Давайте сейчас попробуем, я попрошу свою помощницу, свою юную помощницу, она уже ждет с нетерпением, когда же ее позовут на испытание. И вот вместе с ней мы это дело и опробуем. Чаки, иди сюда. Чаки. Чаки, иди сюда, я тебе что-то покажу. Значит, комплект поставляется в таком жестком футляре. Вот она пришла, познакомьтесь, это наша любимица, зовут ее Чаки. Да, она сегодня у нас будет такой собакой-испытателем, как белка и стрелка. Да, собака, ты готова? Ты готова? Она еще не знает, что ее ждет. Попробуем. Ох, слушай, тут так запечатано, что такое ощущение, что точно для собак, чтобы они сами и открывали. Что у нас имеется? Ага, тут у нас есть уже готовое крепление. Пока отложим его. Инструкция, собственно, вот такое вот крепление. Как уверяет производитель, оно рассчитано на большую вариацию размеров собак. Вот, я думаю, что для Станиеля будет тоже в самый раз. Сейчас мы это дело опробуем. Давайте попробуем. Чак, иди сюда. Иди сюда, попробуем. Ага, вот она хорошая, да. Так, давай, иди сюда, стой, иди сюда, стой. Стой, иди сюда, сейчас я попробую одеть этот ошейник. Еще как-то вот так. Да, наверное. А ну, покажись на камеру, тебя видно? Тебя видно? То есть, получается, что крепление идет под грудь. Вот вы видите, да? Под грудь. Можно камеру и на грудь поставить, и на спину. Крепление получается и на спину. И, не знаю, правильно я делал или нет. Ну, по крайней мере, держится вроде бы нормально. И здесь у нее закрепление тоже еще есть под экшн-камеру спереди. Ну что, попробуем? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вот в таком положении явно, мне кажется, что голова закрывает. Ей надо какой-то придумать, типа удлинителя сверху, потому что, ну, явно, что я увижу только спину, затылок собаки, холку и не больше. Так, еще один эксперимент хочу, я так думаю, что там будет из-за большой холки, как я говорил, высокой. У нее будет просто-напросто, она любит еще покататься и голову вверх, плохо будет видно. Кроме того, я еще хочу попробовать со стабилизацией, со стабилизацией, у меня эта камера сейчас Osmo Pocket, на которую я снимаю, собственно, все. И вот хочу, она и повыше, и кроме того, она дает стабилизацию по горизонту. Поэтому я хочу вот сейчас попробовать, как будет именно выглядеть со стабилизацией. Я понял, эти все камеры не для нашей супер активной собаки. Потому что, так как она бегает, я не знаю, мне кажется, что ни одно крепление, вернее, крепление-то держится, которое на стене. Но вот все время экшн-камера падает и... Да. 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 William Ken Итак, мы с вами протестировали две экшн-камеры, использовали крепление на собаке, и мы видим абсолютно две разные картинки. Как вы понимаете, одна сильная такая динамичная, другая более статичная. Нельзя говорить, что это лучше, это хуже, я не могу вам такого сказать. Это уже идет, как сказать, предпочтение вашего стиля и то, как вы хотите преподать материал в вашем видео, в вашем ролике. Если вам нужна динамичная картинка, быстро меняющаяся, быстрыми переходами, то, естественно, лучше использовать GoPro. Если снимаете на Osmo Pocket, понятно, что картинка будет более статичная и более плавная. Опять-таки, это все зависит от ваших предпочтений. Лично для меня, можете не согласиться со мной, но лично для меня, я, конечно, предпочитаю вот такие более статичные и более плавные переходы, более плавные картинки. Поэтому мне больше понравилась съемка, когда снимали на DJI Osmo Pocket. Второй момент. Две камеры абсолютно разного веса. Веса и габарита. Это очень важно при съемке, потому что, если стоит на собаке вот такая вот GoPro, она, наверное, раза в три тяжелее, чем Osmo Pocket. Она не только тяжелее, у нее еще и большие достаточно габариты по ширине, и когда собака бегает, то, а еще собака может не только бегать, может еще трястись, то, естественно, это все так же накладывает отпечаток на вот эту картинку. То есть, вы увидите, просто все размазано, либо такое все дерганное. Ну, если вы используете DJI Osmo Pocket, то здесь тоже есть свой минус. Это высота. Потому что здесь нужно очень аккуратно крепить и крепить этот DJI Osmo Pocket где-то вот примерно посередине. Чтобы центр тяжести, вот где-то как раз у нее здесь посередине, вот, и собака просто при движении, естественно, просто может как бы отбросить эту камеру. Вы видели там, да, у меня была плохо закреплена в конце фильма, вот, и, естественно, эта камера попала на камни. Слава богу, с ней ничего плохого не случилось, все работает, вот, но это, честно говоря, было неприятно, и слава богу, что самое главное, не пострадала линза и, собственно, сам сенсор. Ну, и, конечно, нужно учитывать характер собаки. И, прежде чем продумывать конструкцию для крепления вот такой вот экшн-камеры к собаке, нужно обязательно знать ее повадки, знать ее пристрастия, ее нрав, как она поведет в этой ситуации. Я, честно говоря, был удивлен, когда наша собака, наверное, спокойно приняла, вот, одеть, дала одеть на себя вот этот, так скажем, костюмчик. Вот, честно говоря, я думал, что она сейчас сбрыкнет и начнет куда-то там убегать, и ее потом не поймаешь, она это умеет. Вот, но, слава богу, этого не произошло, все было прекрасно, вот, но у нас вот видели характер такой достаточно импульсивный, достаточно такой, она любит попрыгать, побегать, ее очень трудно в этом остановить. Поэтому, конечно, лучше снимать на собаке или с помощью собаки, которая более спокойна, вот, но в то же время, если вы хотите получить более динамичную картинку, то, ну, вот, как мы сегодня, я думаю, что мы получили ее. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки, мне это очень важно. А впереди еще много-много всяких интересных гаджетов. Вот, и до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok